МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невозможное становится возможным благодаря вхождению современных технологий в нашу жизнь. Восстановлением утраченного в Сирии займется интернациональная команда специалистов. Знаменитую триумфальную арку храма Белла, которую боевики ИГИЛ уничтожили в сирийском городе Пальмира, воспроизведут в Италии из египетского мрамора с применением новых технологий и 3D-принтеров. Эта задача возложена на Институт цифровой археологии, и современный проект университетов Гарварда и Оксфорда, разработанный в сотрудничестве с Музеем будущего в Дубае. Международная программа по восстановлению культурного наследия Сирии разрабатывается также при участии Санкт-Петербургского Эрмитажа. Если бы мы оказались на месте сирийцев, то были бы очень рады такой помощи. Для итальянцев памятники истории и связь времен имеют огромное значение. Уже в конце этого месяца воссозданную арку можно будет увидеть на Трафальгарской площади в Лондоне, затем на Таймс-сквер в Нью-Йорке, после чего она будет переведена в Пальмиру. По оценкам экспертов, на восстановление памятников этого исторического города потребуется не менее пяти лет. Барак Обама дал откровенное интервью телеканалу Fox News, подводящее уже сегодня итоги его работы на посту президента США. Своеобразное покаяние в прямом эфире, в рамках которого прозвучали ответы на разные вопросы, начиная от лучший и худший день в жизни и заканчивая главными достижениями, планами на будущее и признанием ошибок. Своей главной ошибкой американский лидер назвал вторжение в Ливию. Возможно, это неспособность подготовить план на следующий день после интервенции в Ливию. На тот момент я считал данную операцию правильным шагом. В числе главных своих достижений Барак Обама назвал, цитирую, спасение экономики США от Великой депрессии. И тот факт, что больше других американских президентов боролся с терроризмом. Его мнение отнюдь не разделили интернет-пользователи. Поделился американский лидер и планами на будущее после своей отставки. Как выяснилось, Обама готовится стать преподавателем в школе права Чикагского университета. Во всяком случае, он получил такое предложение, но пока окончательного ответа не дал. Швеция открыта для общения любому жителю Земли. Эта европейская страна стала первой в мире, кто завел себе единый телефонный номер. Теперь, позвонив по шведскому телефону, человек из любой точки мира сможет связаться со случайным шведом и поговорить с ним о чем угодно. Такую необычную программу запустила Ассоциация туризма Швеции к 250-й годовщине отмены цензуры в стране. Звонки на такой номер переадресовываются в случайном порядке тем шведам, которые сами изъявили желание поучаствовать в проекте. И, конечно, установили соответствующее приложение на свой смартфон. Последние шесть цифр номера соответствуют слову Sweden, набранному на буквенно-цифровой клавиатуре телефона. Поскольку шведы хорошо говорят по-английски, трудности перевода не возникает. Уже известно, что в первый день программы по шведскому телефону позвонили уже 189 человек из разных стран, включая Великобританию, Турцию и Германию. Высота риска или любовь до безумия? Американец из Калифорнии, пытаясь произвести впечатление на свою возлюбленную, чуть не сорвался со скалы. Житель американского штата решил сделать предложение руки и сердца своей девушке. В горах. В поисках оригинального способа удивить вторую половину, 27-летний Майкл Бэнкс поднялся на скалу и позвонил будущей невесте по видеосвязи. Получив согласие, мужчина попытался спуститься вниз, но оказался в ловушке и был вынужден вызвать службу спасения. Прибывшие на место спасатели доставали горе жениха при помощи вертолета. В Санкт-Петербурге с 8 по 13 апреля проходит фестиваль нового итальянского кино. Какие картины презентуют молодые режиссеры и какие сюрпризы для северной столицы приготовили организаторы, расскажут наши корреспонденты. Фестиваль нового итальянского кино «Найс» в России проходит в 19-й раз. Картины молодых режиссеров представят в кинотеатре «Аврора». Задача организаторов – продвинуть новых актеров и режиссеров кино. В программу показов вошли шесть основных фильмов различных жанров. Открывает фестиваль картина «Страшные сказки» известного итальянского режиссера Матео Гарони. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он рассказал, какими главными качествами должен обладать начинающий режиссер. Перед показом прошла пресс-конференция, на которой организаторы ответили на вопросы журналистов. Главным сюрпризом стала демонстрация книги «Сказка сказок». Ее многие сюжеты стали основой для фильмов. «Кинематограф – это рефлексия общества, это размышления, это отражение жизни общества. Фильмы являются зеркалом того общества, которое претерпевает определенные измерения с течением времени». Помимо фильма «Гарони» «Страшные сказки» будут показаны картины «Реальность», «Хлорка», «Ярликин», «Джулия и мы» и, конечно, фильм «Если Господь пожелает». История о том, как сын известного кардиохирурга сообщает о своем решении стать священником. Его отец – ярый атеист и намеревается изменить желание сына, не развязывая с ним войны. Юлия Нацаканова, Антон Антипин. Специально для ТБН. «Перенесемся в Россию». «Счастливый человек вернулся в Россию». Такими заголовками пестрят российские издания. Столиса встретила человека-легенду современности, лучший мотивационный спикер планеты. Писатель и меценат Ник Вучич во второй раз приехал в Россию со своей программой «Жизнь без границ». Его миссия – показать на личном примере, что судьба определяется не тем, что с нами происходит, а тем, как мы реагируем на происходящее. В Москве прошла пресс-конференция Ника Вучича, после чего нашей съемочной группе удалось взять эксклюзивное интервью для всех зрителей телеканала ТБН. Еще 20 лет назад об этом человеке мало кто слышал, но сегодня его имя известно во всем мире. Он свидетельствует о Христе, делится своим опытом и вдохновляет миллионы людей, донося свое послание даже в самые отдаленные точки Земли. Он побывал в 57 странах, встретился с семью главами государств и, наконец, вернулся в Россию, чтобы на личном примере показать, что такое «Жизнь без границ». Я просто благодарен тому, что я здесь. Очевидно, что многим людям в Восточной Европе и этой части мира нужна помощь. И куда бы я ни поехал, я говорю об одном и том же — любви, надежды и вере. И по мере своих возможностей я хочу воодушевлять людей никогда не сдаваться. И, естественно, так как моя семья из Восточной Европы, мой отец и мать из бывшей Югославии, мне близка русская культура. Поэтому я просто рад быть здесь и делиться своей историей и свидетельством. За плечами этого человека тысячи выступлений и речей, и миллионы сердец, открытых для новой жизни. Его мысль проста — никогда, ни в какой ситуации не переставать верить и не терять надежду. Ведь даже если долгожданное чудо не происходит в нашей жизни, можно самому стать чудом для других. Накормить голодного, послужить бедному, рассмешить детей в больнице. И тогда в жизни появится совершенно новая цель. Вчера стартовал спикер-тур Ника Вучича выступлением в уральской столице. Екатеринбург горячо приветствовал спикера и передал эстафету Челябинску. Напомню, в расписании программы «Жизнь без границ» запланированы также встречи в российских городах Сочи и Москва. И впервые увидеть и услышать послания Ника Вучича смогут и жители белорусской столицы. Ну а мы, в свою очередь, рады сообщить, что уже в ближайшем будущем вы сможете увидеть Ника Вучича на своих экранах в новом проекте телеканала ТБН «Крупным планом». Что чувствует Ник Вучич, приезжая в Россию? Как построить здоровые семейные отношения? И что Бог делает для него и каждого из нас? Все это вы сможете узнать в субботу в программе «Крупным планом». Это все наиболее интересные новости на сегодня. Мы встретимся с вами уже завтра в это же время. Хорошего всем старта недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова